Для того, чтобы настраивать рекламу в Instagram или Facebook, вам нужен рекламный кабинет. Где его найти и как его создать, об этом я расскажу в этом видео. Меня зовут Галина Горбань, я более 8 лет настраиваю таргетированную рекламу. Также у меня есть курс «Рост и продаж через Таргет». Если вы хотите узнать подробнее о курсе и дате старте, то оставьте заявку на сайте по ссылке под этим видео. Также ко мне можно записаться на консультацию по настройке рекламы или продвижению в Instagram. Итак, давайте разберемся с рекламным кабинетом. На самом деле у всех есть один рекламный кабинет личный. Он создается при создании вашего аккаунта Facebook. То есть, когда вы создавали Facebook, вам автоматически Facebook создал рекламный аккаунт. Но рекламу лучше настраивать в рекламном аккаунте на базе бизнес-портфолио. Как создается бизнес-портфолио, я уже рассказывала. На моем канале есть видео, и я оставлю ссылку под этим видео, чтобы вы могли посмотреть. То есть, начать нужно с создания бизнес-портфолио и с создания бизнес-странички, а уже потом переходить к созданию рекламного аккаунта. Если ввести просто в поиск рекламный кабинет Facebook, то вам высветится ссылочка на Facebook Ads Manager. Можем нажать на эту ссылку и открыть Ads Manager. Если вы еще не создавали никогда бизнес-портфолио, то вам сразу откроется страничка с вашим личным рекламным аккаунтом. Обычно это просто какой-то набор цифр, поэтому это вот личный рекламный аккаунт. И если нажать здесь на стрелочку, то вы увидите, что он будет в самом низу, а бизнес-портфолио будет высвечиваться вверху. То есть, вот видите, ваш аккаунт, Галина Смаль, и вот мой личный рекламный аккаунт, и здесь рекламные аккаунты, которым у меня открыт доступ. Как же создать рекламный аккаунт на базе бизнес-портфолио? Для этого вам нужно найти настройки компании. Нажимаем слева на три полоски, все инструменты, выбираем настройки компании. Выбираем бизнес-портфолио, если оно уже у вас создано. И здесь смотрим. Если нажать информацию, вы можете увидеть, сколько рекламных аккаунтов вы можете создать. У меня старое бизнес-портфолио, поэтому я могу создать пять рекламных аккаунтов, но обычно можно создать одно в новых бизнес-портфолио. Захожу в раздел рекламные аккаунты, нажимаю здесь добавить и создать новый аккаунт. Здесь я пишу название рекламного аккаунта, выбираю часовой пояс, выбираю валюту. Называйте рекламный аккаунт так, чтобы вы поняли, что это рекламный аккаунт. Я рекомендую писать РК или рекламный аккаунт и, например, ник ваш из Инстаграма. Потому что, когда вы все называете своим именем или когда вы все называете так, как называются ваши странички, то вы потом начинаете путаться, что у вас страничка, что у вас рекламный аккаунт, что у вас бизнес-портфолио. И в итоге получается такая каша. Вообще я рекомендую всем, кто планирует только начинать настраивать рекламу или пройти обучение, чтобы сразу все настроить правильно и не путаться и понимать, как оно устроено. Либо записаться на консультацию, чтобы вам все настроили, а вы просто настраивали уже рекламу спокойно и понимали, что у вас нету каких-то лишних страниц и вы не путались, чтобы у вас ничего потом не было заблокировано. То есть все правильно сделать с нуля и потом уже просто настраивать рекламу так, как вы считаете нужным. Но обучение, конечно, это намного круче. Когда вы создали рекламный аккаунт, вот здесь у меня три рекламных аккаунта, то вот они будут у вас здесь высвечиваться. Здесь будет видно, кому есть доступ, поэтому вот так вот выглядят рекламные аккаунты, созданные в бизнес-портфолио. Если я переключусь на Ads Manager, то, соответственно, визуально Ads Manager в личном рекламном аккаунте и в аккаунте на бизнес-портфолио, они выглядят одинаково. Просто это разные рекламные аккаунты и если вы планируете настраивать рекламу для бизнеса, планируете в будущем, например, открывать доступ к таргетологу, то лучше создавать рекламный аккаунт именно в бизнес-портфолио. На моем курсе «Рост и продажи через таргет» есть 11 уроков в предподготовке, то есть до старта курса все ученики уже настраивают правильно рекламные аккаунты, страницы, все связывают, чтобы не было никаких блокировок. Все проблемы решаем до старта обучения, а на курсе мы уже занимаемся разработкой рекламной стратегии. Мы разные методы осваиваем, настройки рекламы, разные цели тестируем, анализируем, думаем, какую аудиторию выбирать. Поэтому, если вы хотите освоить такой комплекс сразу для того, чтобы настраивать рекламу для своего бизнеса, или же вы хотите повысить свою квалификацию, например, вы SMM-специалист и не умеете настраивать рекламу, либо не чувствуете себя уверенным, то этот курс вам тоже подходит. Оставляйте заявку по ссылочке, я буду рада научить вас поделиться своим опытом не только в настройке рекламы, но и в комплексном продвижении.